Формирование у школьников навыков безопасного поведения на дорогах. Именно этому был посвящен конкурс рисунков на асфальте «Пешеходу. Зеленую улицу», организованный Управлением образования города совместно с ГИБДД Магнитогорска. Участие в конкурсе приняли воспитанники коррекционных школ. Подобные мероприятия помогают детям не только избежать опасных ситуаций, но и формируют у них ответственное отношение к своей безопасности и к безопасности окружающих. Развивают творческие и социальные навыки. Городской конкурс «Пешеходу. Зеленую улицу» включен в календарь образовательных событий города Магнитогорска за 2024 год и уже не в первый раз проводится на территории нашего города. Возрастная категория данного конкурса – это начальная школа специальных коррекционных образовательных организаций. С каждым годом у нас увеличивается количество участников. Например, в этом году у нас заявилось свыше 30 конкурсантов. Перед конкурсом ребята прошли активную подготовку, заново повторили правила дорожного движения, сделали эскизы будущих рисунков. Дети не только изобразили на асфальте дорожные знаки и пешеходов, но и рассказали, какую идею несет их рисунок. Перед тем, как принять участие в этом замечательном конкурсе, мы готовили эскизы, изучали заново ПДД, но повторяли, что значит любые знаки, как они могут помочь нам в любых ситуациях. Мы начали придумывать с того, что мы нарисовали светофор, так как светофор – это у нас, можно сказать, наш помощник, который нам помогает перейти в проезжую часть, понять, на какой свет можно идти, на какой нет. Обучение правилам дорожного движения в игровой форме делает процесс увлекательным и интересным. В такой атмосфере знания усваиваются легко и непринужденно. Каждый ребенок становится активным участником, а не просто слушателем. От себя лично и от лица общественного совета хочу сказать о том, что мы считаем, что данные конкурсы очень важны, потому что дети в игровой форме вспоминают все правила дорожного движения, лучше их запоминают. Также хочу обратиться к жителям нашего города с напоминанием о том, что в первую очередь примером для своих детей служим мы. И поэтому для нас, как для взрослых, очень важно самим соблюдать правила дорожного движения, чтобы дети равнялись на нас и также их соблюдали. По итогам мероприятия все участники были награждены грамотами и подарками. Елизавета Мамедова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.